привет я дарья поздняк сегодня мы с вами опять говорим про композицию вот смотрите я примерно выставила нашу картинку ваза цветы девушка здесь у нас край стола его линия показывает краски и кувшинчик смотрите правило когда предметы не должны соприкасаться в одной точке то есть не должно быть вот так не должно быть вот так вот смотрите когда ваза и краски касаются в одной точке можно делать или оставляя расстояние либо один предмет заходит на другой вот так и здесь также либо мы оставляем расстояние либо один предмет заходит под другой и также здесь с кувшином нельзя сделать вот так либо мы один предмет надвигаем на другой либо мы оставляем расстояние дальше кстати вот здесь касание в одну точку тоже будет нехорошо если я вот эту горизонтальную линию приведу четко в точку вот этого силуэта кувшина по верхней линии мы смотрим смотрите если четко она сюда приходит нехорошо поэтому лучше ее я вот так немножечко спущу так девушку я отодвину на расстоянии дальше смотрите еще у нас с вами есть край листа что еще плохо то же самое касание если у нас происходит в крае листа то есть представьте что вот эта линия это граница листа если у нас кувшин своей ручкой будет в крае листа упираться это будет плохо соответственно мы опять же либо должны срезать часть кувшина как вот здесь мы срезаем вазу посмотрите мы здесь срезаем вазу и срезаем здесь цветы то есть у нас вариант либо в пихну вставить их сюда целиком и оставить расстояние какое-то потом пойдет края листа либо срезать часть и здесь соответственно мы я предлагаю оставить вот такой вариант оставить расстояние до края листа давайте я вот тут вам снизу еще сделаю тоже покажу края листа так и вот это вот значит я вам покажу вверх вверх вот положить сюда я ее не могу потому что она упрется в цветы тогда я должна либо срезать часть цветов но тогда она будет очень сильно приближаться голове поэтому я лучше оставлю вот так вот кусочек от цветов расстояния вот она наша композиция давайте еще посмотрим важные моменты обратите внимание когда я вырезала цветы внутри я также вырезала им сделала дырки дырки очень важно когда вы пятнами пятнами рассматриваете как бы свой рисунок и рисуете его и стараетесь пятна использовать обращайте внимание на дырки внутри вашей формы потому что эти дырки могут быть гораздо выразительнее чем сама форма и они очень вам помогут сделать интересный набросок так дальше вот эту коробку сковорили я хочу все-таки переместить как она у нас было примерно краски давайте разложим на переднем плане на переднем плане положим красочки побольше на заднем плане поменьше вот смотрите здесь краска не упирается уголком в кувшин она немножко на него заходит и кувшин здесь не стоит на горизонтальной поверхности он на самом деле продлевается еще вылезает за границу то есть мы от кувшины снизу срезали и вот эта ваза она тоже не стоит на краю листа она выходит за границы листа и заканчивается примерно вот здесь таким образом мы можем передвигать наши предметы внутри работы если у нас что-то не очень выгодно то есть мы берем и двигаем как нам больше нравится например смотрите у нас есть вот здесь граница окна которая приходит четко если вот мы например захотим ее показать она приходит вот как-то вот в голову модели и делит кстати она лист практически пополам что мы можем сделать например если бы я хотел проявить задний план я могла бы передвинуть ее например вот сюда вот сюда чтобы она была более к этому краю смещена но при этом чтобы вот здесь они не образовывали ровную линию вот то есть она как бы будет не по центру а ближе к этой стороне но при этом но при этом она не будет вот этот силуэт то есть тут у них есть перестык почти в сантиметр вот в этих высотах и также вот это наша линия помните она не делит лист пополам она ниже середины у нас находится также она могла бы находиться выше середины вот так вот так то есть у нас вот тут расстояние до предметы здесь край срезается здесь расстояние здесь один на другой налезает здесь срезается здесь горизонталь приходит не в стык не в точку здесь расстояние есть девушкой цветы расстояние есть цветы уходят в подрез листа ваше домашнее задание просто используйте эти принципы в своих набросках все наброски которые вы будете делать во время этого курса двигайте элементы внутри листа а с вами была дарья поздняк и до встречи на следующем уроке